Всем привет! Сегодня мы поговорим о спортивных достижениях нашего университета. И в гостях у нас Александров Александр Викторович, директор физкультурного центра. Здравствуйте! Привет! Очень приятно с вами познакомиться, очень приятно видеть такого светлого, открытого человека в нашей команде. Спасибо вам заимно! Расскажите, пожалуйста, как вы попали к нам директором, чем вы все это время занимались? Вы пришли и сразу начался такой большой подъем у нас в спортивном плане. Поделитесь, пожалуйста, какими-то секретами своей профессии. Да, на самом деле секретов-то никаких нет. Такой быстрый подъем и быстрый, скажем так, результат, это, наверное, больше совпадение. В спорте, к сожалению, не бывает таких быстрых результатов. Спорт — это система. Если она работает, тогда результат есть. В город Севастополь к нам университет я попал из Омска. До этого работал в департаменте молодежи и спорта города Омска. Наталья Олеговна Менькова пригласила меня к вам. Ну, собственно, посоветовался с семьей, и вот я здесь. Вам нравится вообще в городе, в нашем университете? Да, конечно. У вас отличный город. У вас. У нас отличный город. Уже у нас. У нас отличный университет. Да, мне очень нравится у вас. Я знаю, что за последний год и за последнее время наши команды приносили очень много побед университету. Например, наша футбольная команда, она стала чемпионом в лиге. И к тому же у нас очень много побед по единоборству. Можете рассказать об этом подробнее? Как проходят, может быть, тренировки? Или как осуществляется курирование этих команд, этих людей? Ну, я, наверное, не буду оригинален, если скажу, что этот год был, мягко говоря, непростой. Особенно для спортсменов. Постоянные переносы дат проведения мероприятий, отмена их. Но, тем не менее, этот год получился у нас интересный и достаточно результативный. Вы правы. У нас наша футбольная команда стала победителем, то есть заняла первое место национального чемпионата, национально-студенческой футбольной лиги. На следующий год мы вышли в премьер-группу, где будем бороться с самыми сильнейшими студенческими командами. Наши баскетболисты очень достойно выступают. Стали они победителем дивизиона АСБ. Вышли в лигу Белова. Белова – это федеральный уровень соревнований. Но из-за пандемии соревнования отменили. Я думаю, мы в этом тоже очень достойно выглядели. Наши яхтсмены очень удачно выступили. Это был наш, скажем так, пробный заход. Национальная парусная лига состоит из нескольких этапов. Финальный этап проходил у нас в городе. Собственно, поступило предложение нам поучаствовать университету. Но мы, недолго думая, поговорили с нашей федерацией, договорились с яхт-клубом, чтобы нам дали яхту. У нас, к сожалению, пока своей яхты нет. И, скажем так, попробовали. Такая была проба пера. Достаточно удачная. Серебряными призерами чемпионата России наша команда стала. Чирлидинг – очень интересный вид спорта. Наверное, самый студенческий вид спорта. У нас очень хороший тренер. Она такая, с горящими глазами. И у нее девчонки и мальчишки уже в этом году на межрегиональных соревнованиях были и первыми, и призерами были. Много у нас интересных видов, на самом деле. Стрельба из лука. На национальном чемпионате довольно неплохо выступили несколько призеров. Единоборцы у нас в разных направлениях сильные. Это и сам Бадзюдо у нас Александр Шалимов. И боксеры у нас очень сильные. Что женская сборная, что мужская боксеры. У нас Елена Гапешина – член сборной национальной. Ну и, собственно, наверное, как итогом этого всего стал при подведении итогов регионального конкурса «Спортсмен года». В самых престижных номинациях, то есть это «Спортсмен года», два наших спортсмена стали победителями. Это как раз-таки члены сборной страны, призеры международных соревнований по дзюдо и боксу. И в номинации «Спортивная команда» тоже. Наша команда была по футболу признана лучшей командой города Севастополя. Это тот рейтинг, который был онлайн проведен, правильно, 2020 года, лучшие спортсмены, лучшие команды? Да, это то мероприятие, которое проводило и ежегодно проводит управление по молодежной политике и спорту города Севастополя. Вы сказали, что наша команда занимается яхтингом, и вот в этом году первый раз выступали. А до этого проходили как-то тренировки все года ранее? Или это вот был первый такой действительно пробный раз, который настолько выстрелил? Ну, в национальной парусной лиге мы не участвовали никогда еще, но на разного уровня соревнованиях наши студенты выступали. И у нас студенты тренируются, сейчас занимаются достаточно профессионально, но при федерации яхтенного спорта, парусного спорта. Как таковой сборной университета у нас еще как бы не было. Ну, мы к этому идем, мы двигаемся в этом направлении. Я думаю, у нас будет своя яхтенная сборная, которая стабильно будет в призах национального чемпионата. Верим в это и знаем, что так и будет. Расскажите, вот получается у нас в университете есть определенные направления, именно как предмет физкультура, элективные занятия по физкультуре, где есть там футбол, баскетбол, волейбол, скалолазание. Есть, получается, дополнительные секции, которые не входят вот в этот перечень. И если студент запишется, например, и на обычную, и на дополнительные занятия, он все равно сможет попасть в команду, если будет хорошо себя проявлять. Да, конечно, конечно. У нас, получается, при центре есть штат как преподавателей, так и тренерского состава. То есть тренеры занимаются исключительно подготовкой сборных команд и студентов. То есть любой желающий студент может попасть на секцию, если там, как вы правильно сказали, проявит себя, он попадает в сборную. И открою маленький секрет, члены сборной освобождаются от физкультуры. Какой интересный парадокс. Я заинтересована теперь куда-нибудь туда войти. Ну ладно, шутки шутками. А насколько это потом открывает двери студентам? Вот он попал в сборную, он себя проявил. Как это потом помогает не просто в восповождении от физкультуры, а в дальнейшей жизни? Ну, проводились исследования, и заключение было следующее, что в рамках патриотического воспитания два основных аспекта. То есть это военные победы страны и спортивные победы. То есть спорт в плане воспитательной работы – это очень важный момент. Именно спортивная деятельность, физкультурная деятельность. Спортсмены, ну я, наверное, тоже опять же не открою никакой тайны, что это люди с характером, люди со стержнем, которым потом по жизни это помогает. И, ну, как минимум, это формирование своего резюме, своего портфолио. То, что в будущем будет плюсом. Да. Ну и формирование различных других навыков. То есть популярные сейчас направления soft skills – это мягкие навыки. Как минимум, навыки коммуникативные развиваются очень хорошо, особенно в командных видах. Скажите, а у нас есть в университете экстремальные или практически экстремальные виды спорта? Ну, в чистом виде экстремальных видов спорта у нас нет. У нас есть, ну, скажем так, близкие к экстремальным видам – это скалолазание. Это сейчас ведутся переговоры с Федерацией велоспорта. Возможно, у нас появится и сборная университета по BMX-спорту. Но это пока, скажем так, просто наброски. Пока, как таковых, экстремальных видов спорта у нас нет. Вот и скалолазание. У нас Крым просто все располагает к тому, чтобы брать страховку и идти покорять какие-нибудь горы и скалы. Наша команда выезжает куда-то за город, чтобы потренироваться именно на настоящих горных породах? Ну, в настоящее время у нас сборная занимается только на спортивном комплексе. То есть ведется подготовка спортивная. Не в рамках скалолазания, но в рамках туристической подготовки. У нас есть тренер по туризму, который также формирует группы и совместно с нашими студентами выходит на несколько дней в турпоходы, в том числе и в горы. Скажите, вот у нас спортивный комплекс. У нас сейчас очень много чего в университете ремонтируют и переделывают. Как вы думаете, нужно ли какое-то такое вмешательство спортивному комплексу? Может, нужно что-то добавить? Или уже ведутся какие-то работы по его перестройке? Ну, сложный вопрос в том плане, что спорткомплекс сейчас, да, действительно ремонтируется. Ну, достаточно много у нас проведено работ, но нет предела совершенства. Нам еще много нужно сделать, много к чему нужно нам стремиться. Особенно в рамках плоскостных сооружений, то есть это стадионы. Мы сейчас активно пытаемся отрабатывать этот вопрос по реконструкции наших стадионов. Ну, в этом году реконструкцию проведем легкоатлетической дорожки на спортивном комплексе и двух спортивных площадок. Очень интересно. Скажите, а какие вот планы на будущее? Планы и у вас, и в целом у спорта в нашем университете? Ну, основной посыл сейчас с федерального уровня, это, конечно, участие студентов в студенческих лигах. Сейчас этот посыл дает нам и президент, и министерство профильное. Сейчас активно будут развиваться студенческие лиги по всем видам спорта. Но мы сейчас участвуем в НСФЛ, в национально-студенческой футбольной лиге, в баскетбольной лиге АСБ, сейчас вот в парусной лиге. И планируем участвовать в грибной лиге. Ну, это на перспективу, то есть это не на следующий год, на далекую перспективу мы планируем в том числе и в грибной лиге участвовать. Планируем участвовать и в регбийной лиге. В общем, планов много, посмотрим, насколько у нас получится все это реализовать. Грибная лига, очень интересно звучит, а что это, как это? Грибная лига – это академическая гребля и прибрежная гребля, в том числе и гребля индор, то есть это гребля на тренажерах. У меня просто семья очень любит ходить за грибами, у нас называется это грибалка. Я думаю, неужели наши спортсмены пойдут с ножичками в лес куда-то, кто больше опят и маслят соберет. Нет, это маленько про другое. Теперь буду знать. Хорошо, скажите, пожалуйста, например, в научной деятельности у студентов есть какие-то гранты, то есть они, например, создали робота, они пошли с этим роботом к правительству и им дали за это деньги. Есть ли какое-то подобное поощрение у спортсменов? Могут ли они уже в студенческие годы иметь с этого какой-то доход? Ну, для того, чтобы со спортивной своей деятельности получать доход, так же, как и с научной, собственно, нужно выйти на достаточно серьезный уровень. Когда ты становишься профессиональным спортсменом, тогда, конечно, у тебя появляются и контракты, причем это в любом виде спорта, не только в игровых видах спорта. То есть спортом можно зарабатывать, и это очень даже хорошие деньги. Но для этого нужно стать спортсменом очень высокого класса. Мы с вами обсудили, в принципе, спортивную деятельность центра, но не обсудили образовательную. И, наверное, не скажу, что научную, мы в этом направлении только движемся сейчас. Мы открываем в этом году лабораторию кинезиологии. Вот. Сейчас она формируется уже, закуплено оборудование. Сейчас на базе лаборатории будем проводить обучение наших студентов. У нас в спортивных направлениях очень много околомедицинских предметов. То есть это и анатомия, и физиология, и спортивная медицина, и кинезиология, и биомеханика. Ну, это, собственно, одно и то же. В общем, очень много околомедицинских предметов. Поэтому, чтобы наши специалисты выходили грамотными, нам необходимо в том числе их обучать и на базе нашей лаборатории. Чтобы они имели навыки в том числе и функциональной диагностики, и психофизиологической диагностики. Как дальнейшее развитие этого проекта мы видим, ну, это на перспективу, на будущее. Это развитие для юных севастопольцев тестирования для определения, ну, скажем так, спортивной профориентации. То есть ранней. То есть ребенок с родителями или с тренером приходит к нам, там, 5-6 лет. И мы проводим определенное тестирование и выдаем рекомендательный лист по видам спорта, к которым ребенок больше всего подходит. То есть родители и тренер, конечно, могут им не воспользоваться. Но это очень такое перспективное направление. И на Западе оно сейчас очень хорошо заходит. В нашей стране оно тоже начало развиваться. Несколько регионов, если не ошибаюсь, 8 регионов сейчас активно развивают эту тему. Ну, и я думаю, мы тоже подключимся к этому процессу. А в дальнейшем, ну, это прямо на далекую перспективу, конечно, хотелось бы проводить психофизиологическую, функциональную диагностику на базе лаборатории уже действующих спортсменов, как города, так и наших студенческих сборных, с выдачей там, ну, конкретных рекомендаций по нагрузке, по восстановлению, по питанию для каждого индивидуального спортсмена. То есть образование в физкультурном центре, оно идет полным ходом, и не только по направлению, что иди на футбол, а в разных направлениях. Вот рассказали про лабораторию, можете немножко подробнее про кибер... Кинезиологию? Кинезиологию, да. Ну, кинезиология это то же самое, что и биомеханика. То есть это наука, которая изучает, ну, если просто сказать, то это совмещение биологии и физики. Если просто сказать. Это наука, которая изучает работу мышц, функциональные системы организма при нагрузках. Это подготовка наших учителей физической культуры, которых мы выпускаем, и спортивно-оздоровительный туризм. То есть это одна из составляющих их образования. То есть они должны быть грамотные, они должны понимать все анатомические и физиологические особенности организма, особенно под нагрузкой. То есть это развитие как профориентации, правильно? Ну, да. Давайте сейчас перейдем с вами небольшой блиц. Это просто несколько вопросов, на которые вы должны будете очень быстро ответить. Что вам нравится больше? Готовы? Да, конечно. Бег по утрам или подходы к холодильнику? Бег. Парусный спорт или яхтинг? Это одно и то же практически. Какое слово используется чаще? Официально парусный спорт. Играть в футбол или преподавать? Футбол. Фестиваль экстремальных видов спорта или гастрономический фестиваль? Посмотреть или поучаствовать. И то, и то. Если посмотреть, то экстремальных. Если поучаствовать, ну, наверное, все-таки второе. Баскетбол, теннис, волейбол, хоккей, регби или водное поло? Регби. Сузуки и Скуда Дёрт Рейл или Мазда 787Б? Не то, не то. А какой предпочитаете? Да, собственно, у меня нет каких-то таких прям принципиальных предпочтений. Просто, чтобы было удобно и комфортно. Олимпийские игры в Норвегии, 1994 год, летающий факелоносец. Или Олимпийские игры в Канаде, Ванкувере в 2010 году, где было шоу «Не без курьезов». Олимпийские игры 80-го года, где была очень-очень-очень крутая организация и проведение. Велосипед или ролики? Велосипед. Отлично, спасибо большое. Я упомянула в Блице марки машин, марки гоночных машин. И из этого у меня выходит вопрос. Будет ли в перспективе, может, или думали ли об этом, чтобы подключать еще и какой-то гоночный спорт? Может, по типу картинга у нас в городе как раз есть подобная трасса? Ну, про картинг мысли были, но нужно понимать, что это достаточно дорогие виды спорта. Так же, как и парусные виды. Но если в парусных видах у нас сейчас уже существуют какие-то традиции, уже существуют наработки, то в автомобильном спорте у нас в настоящее время, ну, как таковых, ну, насколько мне известно, нет ни традиций, ни тренерского состава уже готового, который буквально с завтрашнего дня готов начать подготовку спортсменов. И еще раз повторюсь, это достаточно дорогой вид спорта. Я думаю, нам сейчас лучше охватить массовые виды, то есть в основном это игровые, конечно, массовые, зрелищные виды. Футбол, баскетбол, волейбол, регби. Хорошо, спасибо. Тогда можете сейчас пожелать что-нибудь студентам, преподавателям, вообще всем жителям города и нашим подписчикам что-то в новом году? Спасибо большое, с вами было очень интересно пообщаться, очень интересно слышать такие достижения нашего спорта. Прям даже мне, человеку, который далековато немножко от профессионального спорта, стало прям на душе как-то от этих новостей. Хорошо, спасибо, приятно с вами общаться. На этом все. Подписывайтесь на наш официальный YouTube-канал, следите за нами в социальных сетях и на нашем сайте. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok